Привет, друзья! Ну что, у нас сегодня немного нестандартное сравнение и, возможно, не таких хайповых смартфонов. Но лично я просто не мог это дело пропустить, ведь мне это до жути интересно. Тем более у нас два процессора. Новый Tensor, который разработан совместно с Samsung, ну и OnePlus со Snapdragon 888. В Pixel, конечно же, стоят новые камеры. В OnePlus же сенсор тоже такой нехиленький. И да, я вам должен сказать, что сегодня вы будете в шоке от этого сравнения, ведь Pixel сейчас на 200 баксов дороже, чем OnePlus. Но опять же, мне кажется, что многие из нас будут задаваться вопросом, взять Pixel или же этот OnePlus 9RT. И самое главное, друзья, смартфоны свеженькие и вы не сможете ко мне придраться, как в сравнении Pixel 6 Pro с iPhone 13 Pro, что Pixel же свеженький, не получил обновления, оба смартфона уже получили патчи обновления, так что бегом сравнивать. Ну и не забывайте, друзья, что у нас теперь запустился сайт синтетики, где вы можете найти актуальные скидки на разные гаджеты. Просто в поиск биваете вам интересный гаджет или же заходите в разделы, свайпаете, лазаете там и в любом случае что-то полезное для себя найдете. Итак, внешний вид OnePlus выглядит как идеальный Pixel 6. Приятная матовая крышка сзади, закругленные грани, которые уменьшают его габариты и делают толщину 8,3 мм еще меньше. Ну и кнопки, которые удобно расположены на корпусе вместе с очень удобным триггером. Красота же! Pixel, здесь у нас, к сожалению, только глянцевое стекло, квадратоподобность, немного Samsung-подобность и большая толщина 8,9 мм, что немного не соответствует его диагонали экрана. Ну и огромные щели в корпусе, то есть сборочка так себе. И простите меня, те, кто любят Google Phone, я вместе с вами с Pixel 2, но блин, сборка в этом смартфоне просто ужаснейшая. Тот же OnePlus себе такого не позволяет. Ну и слот для сим-карт. В Pixel можно поставить одну физическую и одну eSIM. В OnePlus только две физические, и тут давайте перейдем к комплекту. Значит, детище BBK имеет в комплекте и пленку на экране, и чехол, и блок зарядный на 65 ватт, и плевать мы хотели на эту экологию. А весь этот комплект говорит о том, что вы достали OnePlus и пользуетесь, тем более OnePlus дает вам не простой какой-то силиконовый чехол, а вот такой тоненький, приятный, с Pixel'ем же все очень плохо. И кстати, да, друзья, на эти два смартфона в наших странах очень сложно найти какие-либо аксессуары. Так, спереди у нас ретро и хай-тек. Именно так хочется назвать, потому что OnePlus выглядит со своими рамками куда совершеннее и приятнее. Но все-таки мне не нравится, что здесь не все симметрично. Верхняя и нижняя грани намекают на это. Хотя Pixel, как вы сами видите, тоже этим серьезно грешит. И знаете, здесь я хочу сделать маленькую оговорку по Фрейду. Ведь я, в принципе, опытный обзорщик и знаю, что подавая информацию своей аудитории, нужно подавать правильный бутербродик. Недостатки, положительные положения недостатки, что-то плюсики. Но простите, здесь полный разрыв. И переходим к экранам. Потому что, во-первых, в OnePlus цветопередача правильнее. Серый на низкой яркости отображается корректно. Ну и шим. Он на половине яркости составляет смешные 10%. Тогда как у Pixel 80%, мать его, процентов. И на максимальной яркости тот же самый разрыв. И здесь я вам должен сказать, из личной практики, когда ты пользуешься этими двумя смартфонами, у меня, у человека, который, ну как бы нормально воспринимаю шим, у меня глаза сильно не болят, от Pixel просто-напросто глаза отстают, и ты хочешь положить смартфон подальше, и не рассказывайте мне, что вы не используете этот экран там для цветокоррекции. Даже при повседневном использовании этот шим в Pixel очень сильно влияет на ваше зрение. Но, конечно же, в Pixel есть огромный плюс. Это Vibro, которая на самом деле очень хорошо проработана и работает по всей системе идеально. То есть ты реально пользуешься флагманом, если сравнивать с тем же OnePlus 9 RT. Так, сканер отпечатка пальцев. Сравнивать немного смешно, потому что в OnePlus это вообще корпорация BBK, которая давным-давно славится своими крутыми сканерами под дисплеем, и работает он идеально. В Pixel же все проблематично. Во-первых, очень долгая разблокировка, у нас куча глюков было, лагов. Но есть, конечно, плюс расположения. Он выше, чем в OnePlus. Ну и сейчас мы переходим к самому основному. В принципе, то, для чего, возможно, вы открыли это видео. Ведь мы разберем процессоры. У нас новенький Google процессор Tensor, который, ну, по сути говоря, Google возносится. И говорится о том, что, ну, в дальнейшем они будут работать над ним. И также у нас представитель, возможно, с одной из самых лучших реализаций Snapdragon 888, благодаря охлаждению. И сейчас, друзья, будет очень много технической информации. Но поверьте, она нужна для того, чтобы раскрыть эту тему. Ну ладно, давайте немного все для вас упрощу. И смотрите, здесь Google решил вместо мощного среднего кластера ядер, как в Snapdragon 888, использовать в нем и меньше ядер. И, к сожалению, старое поколение этих ядер Cortex-A76. Тогда как в Snapdragon 888 именно А78. При этом Google сделал ставку именно на жирные ядра Cortex-X1, которых здесь два. А не одно, как в Snapdragon 888. И такой подход, как заверяет нас Google, должен был обеспечить большую производительность и, ясно делаю, большую энергоэффективность. Но на практике, из-за того, что мощности средних ядер Cortex-A76 не хватает, смартфон постоянно теплый. Возможно, на это еще влияет и вынесенный за пределы сок модем Exynos. В отличие от интегрированного модема в Snapdragon 888. И, кстати, мы замечали это, когда вставляли сим-карточку в пиксель. Он реально становился еще теплее. Ну и в Tensor мы постоянно наблюдали микрофрезы. Они происходят из-за задержек обращения ядер к кэшу. Спасибо за подробный тест Anantek. Ну и медленная память. Здесь тесты покажу вам чуток позже. И, знаете, мнение по поводу пикселя разделилось, потому что некоторые говорят, что он реально фрезит. Некоторые отказываются от этой теории, говорят, что он не фрезит. Но здесь очень важно понимать, чем вы пользовались раньше. Если, допустим, у вас был в использовании флагманский OnePlus, то после даже OnePlus, когда вы берете пиксель, говорите, «Е-мое, какого хрена, почему он здесь лагает?» А если у вас был, допустим, бета Android 12 или какой-то более дешевый смартфон, ясное дело, вы возьмете пиксель и скажете, «О боже, как здесь все идеально». Ладно, а мы переходим к тестам. И что очень важно понимать, мы вставили сим-карты, мы подключили эти смартфоны к одному и тому же самому Wi-Fi, Bluetooth выключен, короче, сделали одинаковые условия. Так, и начнем с Geekbench. Здесь OnePlus вместе с Bababa доминируют что в одноядерном тесте, что в мультипотоке, не оставляя ни единого шанса пикселю. Tensor и дольше проходил тест, и сильнее нагрелся, даже в относительно несложном бенчмарке. А вот результаты Antutu поинтереснее. Они показывают отрыв более чем в 200 тысяч попугайчиков, ставя Tensor в этом тесте на одну строчку Snapdragon 855. Ну и основное, в чем отстает творение Google от 888, это процессор. Да, здесь Antutu видит проблемы именно в среднем кластере ядер Cortex-A76, которые сильно уступают. И даже два жирных ядра Cortex-X1 не спасают ситуацию. И здесь, конечно, вы скажете, «Да зачем мне эти синтетические тесты? Они ничего не показывают». Частично да, но слушайте, достаточно серьезные провалы, которые мы видим, И поверьте, именно по этой причине мы видим лагающий пиксель. В остальных тестах тоже не все так радужно, особенно если взглянуть на память. Скорость накопителя – это основная проблема Tensor. К слову, перед вами Underbench с результатами чтения и записи в память. Такого не должно быть во флагманском смартфоне, который выходит в 2021 году. Но вернемся к Antutu. И здесь я должен сказать, что Snapdragon 888 тоже немного себя плохо вел. Пару раз OnePlus снижал яркость, и нагрев у него был 44 градуса, тогда как пиксель показывал 42. 3DMark, Wildlife, Extreme Test. Как раз здесь и глянем, на что способен графический ускоритель спустя 20 прогонов. И, как вы видите, падение более чем на 20% мощности. Это я сейчас про пикселя, а дальше все по накатанной. Но при этом в процентном соотношении падение все же меньше, чем в Snapdragon 888. И Snapdragon на втором прогоне начинает тратить почти 30% своей мощности. Но потом стабильно держал результаты, которые оказались выше, чем в пикселе. Ну и нагрев. Пиксель 42,5 градуса в этом тесте, OnePlus все еще держал температуру в районе 44 градусов. К сожалению, здесь его волшебный охлад не подействовал. Ну а теперь переходим к троттлинг-тесту. Полчаса, 50 потоков. И результат крайне интересный. OnePlus имел максимальный нагрев 45 градусов. И его график троттлинга, конечно, не совсем стабильный. На 10-й минуте случилась просадка до 80% мощности, но дальше все. Смартфон стабильно держал 270 гипсов. Пиксель же спустя 15 минут падение до 60% своей мощности и нагрев до 42 градусов. И как вы видите, этот график просто ужасен. Процессор явно сырой. И после такого большого количества синтетических тестов, ясно дело, все это дело мы также проверили в реальной жизни. И теперь одна из самых мощных игр Genshin Impact. Максимальные настройки 60 фпс. И Google лишь изредка показывал хотя бы 50. Зачастую 25-30. А при битвах фреймрейт падал до 10. Было жуткое слайдшоу. И играть на пикселе действительно дискомфортно в такой производительной игрушке. А вот OnePlus стабильно 60 фпс. При обычных пробежках по миру. В битвах в среднем 50 кадров и редкие просадки до 40. Но играть на OnePlus действительно одно удовольствие по сравнению с пикселем. Тех жутких рывков, которые я наблюдал именно там, здесь даже близко нет. Ну и нагрев. Пиксель немного был прохладнее. 42 градуса. OnePlus 43. И вы, конечно, спросите, Антон, а почему в Tensor у нас же два жирных ядра Cortex-X1? Почему нагрев такой маленький? Все дело в том, что просто-напросто на программном уровне эта мощность режется. То есть, по сути говоря, там нет той мощности, которой заявляет пиксель. Так, и по поводу автономности. В среднем за игры у нас ушло 19%, то есть одинаково. А если говорить про все тесты, которые мы прогнали, то пиксель держался лучше. OnePlus разрядился на 74%, а пиксель на 61%. И если судить из опыта, то пиксель, конечно, живучий. Вот несмотря на все его недостатки, он может выдерживать 6-7 часов работы экрана. OnePlus держит отметку 5-6 часов. Автономность у него, конечно, так себе. Но в пикселе есть один жуткий недостаток, потому что мы его использовали также в пути. И когда он постоянно в перемещении в пространстве, из-за его модема, который здесь стоит у нас от Exynos, он раздражается очень быстро в фоне. Просто неимоверно. Я вообще уже молчу про Always On Display. За ночь он может сожрать сейчас до 30%. Это очень плохо. По поводу оболочек, друзья, я сейчас ничего не буду говорить, потому что тогда у нас видео затянется вообще на 30 минут. Но должен вам сказать, что Android 12 достаточно стал интересным. Хотя, учтите, OnePlus 9 RT это пока что только для китайского рынка, и для того, чтобы вам пользоваться, им нужно будет убрать китайщину. Но Color 12 стала уже тоже очень симпатичной, с кучей анимаций. Ладно, а мы переходим к камерам. И здесь, конечно же, будет, знаете, как будто бы на бумаге должно быть избиение младенца. Но нет, друзья. В принципе, сейчас вы увидите, что Google Phone не такой-то Google Phone, как раньше он был. Потому что, блин, раньше брали Pixel. Почему? Камера. Там же суперкамера. Это же мега камера. Это же только камера, только камера. Но сейчас мы вам покажем сравнение с смартфоном, который стоит на 200 долларов дешевле. Итак, первое фото, на котором сразу же видна разница в подходе к обработке фотографии. В каждом из брендов Google сделал красивый, натуральный снимок, который хоть и чуть темнее, чем на вамплассе, но правильно передал цвета курточке и лица, не пересветив их. Плюс, заметьте, в Pixel более глубокое оптическое размытие. И в этой локации, ясное дело, Pixel просто красавчик. Ну, слушайте, днем он и iPhone порвал. Так, и портретный режим. Здесь условия простые, световые. И Google кропает снимок, и это нельзя никак отключить. Но даже так мы видим разрыв от Google. При том, что все улучшалки лица были выключены. Я полагаю, что это поправят с обновлениями. Но вот какие у меня есть замечания к размытию. Google увидел ключи и размыл их, но ошибся задним фоном. Не только здесь, но и в зоне портфеля. Google, слушай, даже китайцы сейчас почему-то в портретке лучше вырезают объект, чем ты, божественный камерафон. И вот у нас вечерние снимки. И здесь именно флагман должен себя проявлять. На Pixel баланс белого более приятный. На OnePlus при таком свете фонарей все уходит в оранжевый оттенок. Но при ночном режиме в тяжелых условиях софт излишне высветляет картинку, делая из ночи день, теряя всю суть ночного фото. Но из-за высветления у Pixel обильное количество шума. Как по мне, OnePlus здесь справился немного лучше. Но вот при снимке человека вечером, без ночного режима, Google обильно шумит по всему фото. Алгоритмы шумодава в OnePlus сделали фото куда приятнее для глаза. Да и OnePlus 9 RT блик от фонарей не поймал, как Google. И у него это прям-таки беда, что мы заметили еще в обзоре на Pixel 6 и 6 Pro. Но при обильном количестве света сзади все-таки побеждает Pixel. Он лучше отработал с фонарями, показал чуть больше детализацию на лице, но опять много шума, что некоторым может не понравиться. Ну и напоследок вот вам ширик. На OnePlus у него куда больше угол захвата, но Pixel убирает оптическое искажение. Что вам больше нравится, пишите в комментариях. Ну и если подвести черту под камерой, то да, как бы Pixel однозначно фоткает получше, но нет такого глобального разрыва, что я сказал бы, это камерафон, который вам по любасу нужно брать, не смотрите на другие гаджеты. Да нет, слушайте, вот вам китаец, который тоже очень сырой, только вышел, а он уже показывает достаточно хорошие результаты в определенных локациях. Так, ну и что, вот у нас видеосъемка. Как видите, достаточно хорошее освещение от фонарей. Это моя простая ходьба. Давайте переходим на ширик. Это мы здесь сделать можем. Теперь мы переходим на основную камеру еще раз. На пиксели у нас X1, здесь сложно все в настройках. И давайте теперь, вот здесь у нас темно немножко, и сюда мы сделаем небольшую пробежку. Кстати, посмотрите, что у нас сверху. И сейчас давайте бежим. Такая вот небольшая пробежка. Теперь поворачиваемся в эту сторону. И тоже моя такая уже свободная ходьба без какой-либо стабилизации. Вот у нас здесь объект, проезжающая машина, запись микрофона, реклама на машине. Ну и еще давайте вот такая моя ходьба в эту сторону. Вот таким вот образом. Ну, как-то так. Так, и осталось у нас по поводу стереозвука. И здесь я вам должен сказать, что OnePlus процентов так на 20-30 будет громче пикселя, флагмана от Google, субфлагмана, можно так сказать, который дороже на 200 долларов, чем этот смартфон. И даже по басам OnePlus по стереопаре будет выигрывать. Конечно, я должен отметить, что в пикселе есть беспроводная зарядка и влагозащита. Хотя при такой сборке она достаточно сомнительная. В OnePlus 9 RT такого нет, но у него есть суперфича. Это быстрая зарядка. За полчаса 100%. Пиксель же, если за полчаса даст вам 45%, это будет очень хорошо. При этом смартфон так конкретно нагревается. Итак, друзья, подводим небольшой итог. Если честно вам сказать, то сейчас в США этот смартфон, Pixel 6, стоит 600 долларов. И за эту сумму, слушайте, это просто пушка бомба. Однозначно я бы рекомендовал этот гаджет. Слушай, Android 12, как ни крути. И дотянули очень многое. Но поверьте, вы за такую сумму этот гаджет в наших странах не найдете. Тот же Pixel 5 до сих пор продается за 700 долларов. Смартфону уже год. Так что давайте брать цену 900 баксов где-то в среднем. OnePlus 9 RT это китайское детище, которое на ту же акцию 11.11 можно было взять за 500 долларов. И при такой цене, при тех характеристиках, которые мы сейчас вам показывали, мне сложно делать какой-либо вывод. И честно вам сказать, я до сих пор не понимаю многих моих коллег, которые просто восхваляют в Pixel. Слушайте, в этом году получилось что-то непонятное. Ведь есть куча других андроидов. Да слушайте, не смотрите на OnePlus. Есть другие гаджеты даже от того же бренда Xiaomi, которые будут лучше, чем детище от Google. До сих пор для меня неимоверно непонятный смартфон. С вас палец вверх. Пока.